Да зарядка там лежит забыла. А Риви Дерчи 3383. Ну, есть еще шанс ворваться в топ-10. Тем не менее, 11-го числа это достаточно нормально. Я говорю, все шансы на топ-10 с 11-го числа. Ну, колоды в этот раз мы не посмотрим. Да, Лена у нас немножко тут про... Что немножко? Про забыла зарядить ноутбук, и мы, к сожалению, не можем посмотреть колоды. Но к следующей игре уже. Мы подзарядим ноутбук и глянем. Ну, я думаю, присты... Ну, вряд ли мы сегодня увидим еще хвест-приста. Да, скажем так, это мой верит. Но хвест-маг, к слову, мы уже видим хвест-маг против куба-лока. И здесь бы я, конечно, ставку делал на куба-лока, потому что, ну, может выиграть маг, безусловно, может. Но, типа, горный великан на четвертый, пушка на пятый, с которой призываются, знаешь... О, так, горный великан работает. ...эти... стражи ужаса. Да-да-да, и поехали. И маг такой, типа, блин. А потом куб, еще два стражи ужаса, а потом еще... Так... Слушай, ну, осталось только пушку топ-декнуть и план, который я назвал, как бы все, вот он... Уже два стража ужаса, обращаю в руке. Ну, много ходов есть, так, да, до пушки. Как много? Сколько тут? Три? Пушка сейчас жизненно необходимо, нужно еще плацаться, потому что все три демона в руке. Да, в плане, конечно, захода демонов в руку не очень. Серьезно. Слушай... Четыре демона подряд, лакии не работают уже. То есть, только пушка нужна. А представь, пушка лежит последней картой в колоде. Вот как будет грустно. Опытный игрок на квест маги, то есть, он не разыгрывал квест на первый ход. Сейчас, допустим, вместо дроги или вместо ледяной губы он предпочел сразу создать ученицу-чародея, чтобы потом не было проблем с освобождением руки. Ну, а сейчас, я думаю, Петроглиф. Да, Петроглиф, конечно, шикарная карта. С него типа какую-нибудь заморозку на горном великане или что-нибудь такое нужно. По сути, это три с пылоса свитка. Ну, вернее, два с свитка, а не один. Нет, один. Дается все равно один. А, ну, я понял, о чем-то, да, 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 да. Петроглиф это. Смотри, второй великан зашел. Приятненько. Ну, а что, ну, ставить его нужно? Не оружие, но второй великан. Да, это... Жалко, конечно, не оружие, потому что с такой рукой оружие просто будет великолепно смотреть. И, конечно, в лицо на восемь тут не до тройки. Мне кажется, оружие будет в следующем. В деке. О, глядим. Так, ну, а здесь, к сожалению, особо выборова Реведерча нет. Нужно начинать замораживать стол, иначе ты отъедешь уже вот-вот. Ну, много Близзардов, кстати. Во-первых, два своих зашли в руку. Раскапан третий из Петроглифа. Раздумывает над тем, чтобы просто сыграть Стража. О, неужели сыграет? Как-то это страшно. Ну, знаешь, ему, по сути, из карт, которые ему нужно хранить в руке, это только что Адское Пламя и Второе Страж уже с остальными. Типа, если он скинет, типа, ну, окей. Скинет второе Стража. Потому что, ну, скинет он Думсера. Ну, ладно. Вот. Скинет Демона 3.9 против Квессмага. Защитный Демон 3.9. Ну, я думаю, Стража Ужаса сейчас надо будет копировать. Думаю, да. Думаю, да. Копировать и бить в лицо на 3. Да, чтобы хотя бы их два получилось. Потому что мы видим банету, например. Окей не перезовет ни одного Демона. Я напоминаю, все в руке. То есть его ставить с мусором. А нет, это как бы мертвая карта. Я считаю, самый... Конечно, так. Последняя заморозка есть у Аривидерчи, но ее, в принципе, хватит, чтобы вообще стол почти почистить. То есть тебе нужны какие-то... Неужели, а почему не копируют один Думвард? Не знаю. Конечно, скопировать Повелители Бездны тоже неплохо, но Думвардов-то больше нету. Ой-ой-ой, и Снежная Буря. И причем потрачено, а вот сейчас бы... Да-да-да. Даже если бы просто ничего не сходило сейчас. Почистить этот урок. Теперь похоже, никак. Плохо. Утро и туду это... Мне кажется, все равно лучше скопировать Стража Ужаса. Ну, нужны они. Сейчас имеешь? Да даже сейчас. Ну, чтобы был дополнительный ДК потом. Интересно. Хотя он может, опять же, не попасться, да. Он может нанести 4 урона Думсейру и оставить у него 3 единицы здоровья. Ну, типа, ему придется их существ уже поубивать. Я имею в виду, если через засквернение сыпать. Но, видимо... Видимо, трой туду. Ну, потому что в этом смысла особо нет. Это вон просто... Добрать карту с лишнего вакея, скорее, руки. Добавный статус, что демоны... Ну, знаешь, на самом деле... Что можно тут не исключать в нынешних реалиях? Два фаербола с фолианто-заговорщика. Да? И чернокни... 13 здоровья-то на самом деле прям мало. То есть тут не обязательно именно комбу набирать. С петроглифа фаербола и с фолианто-заговорщика там нет. На самом деле можно было вообще подумать о том, чтобы сейчас не Мурлока играть, а как раз фолианто. Потому что ДК еще не будет, ход есть, в принципе. Ох ты, сгорает куб. Это отличная карта. Прям, прям отлично. Одна из лучших. Сейчас просто повелитель бездны. Лучше может быть только какой-нибудь ДК. Ну, это было бы вообще идеально, если бы ДК сгорел. А куб прям здорово так. Ну, повелитель бездны, да, просто из него... Ну, все равно термоте здоровье-то реально мало. Продолжают очень активно добирать шарты. Где он там? Да, я думаю, просто глыбу вообще можно повешать. А я бы, я тоже, но сричность сыграл. Ну, можно это разумно. Прикинь, если трайтудует поставить второго повелителя бездны. Надеюсь, тебе нравится моя совета. Сейчас посмотрим, как сыграет. Или... Как-то долго он тянет с фолиантом в заголовщик. У него реально прошлый ход был отличный момент. И там квест бы он доделывал, если бы у него три играбельницы тогда не зашли. И по картам была возможность фолиан сыграть. Ну, как бы ладно. Разыгрывается ледяная губа. В принципе, могу торопиться-то некуда. Или что? Кстати, поровну у них по картам. То есть... Макс старается очень быстро добирает. Прикинь, сейчас. Блин, уже бы и два мая гола уже не надо уже там... Поменьше уже, короче, надо урон, не знаю же. Глубу просто огненную достать. Да, и там уже... Два года можно было. Причем у такого лока хила немного. Мы видели, что один... Много возможностей... Да, ну, она в восемь, который хилит. Да. Она выпала с вестника рока. И... То есть один... Оберег. Оберег. Кто тоже один выпадал. Так, ну вот здесь, я думаю, кольцо льда. И я думаю, пора будет разыграть фолиан. Да, сначала причем. Посмотри. Вот там. О-о-о! По сути остается только Антон. Псимулякар, копия из лавы вообще все идеально. Только Антон остается. Ну и отражен, да. И следующим путем мы можем псимулякар играть. И девочки уже есть. Псимулякар. Чтобы добрать... Так, Антон у нас одна из девяти карт. Ну, надо второй фолиан скрывать как-то. Не обязательно. Он может с Петроглифа найти, например, интеллект-чародея. На самом деле, ему можно вообще не торопиться. Да, можно, в принципе, посидеть. Типа у него комбайн есть, ему нужен только Антон, и он может еще... Единственное, заморозки закончились. И у него есть второе... Так, зачем? Смотри, у него как минимум есть три... Вот прям как минимум у него есть три хода. То есть это... Нынешний ход он не умирает. У него есть айсблок, и у него есть второй айсблок. 33% шанс достать Антона. Плюс он может с Петроглифа достать добор. Плюс у него, в принципе, 23 здоровья. То есть, как бы... Ну, сейчас посмотрим. Вот ты пушка, а демона в руке уже не осталась. Да, грустно, конечно, что такое. Теперь у мага есть драк. Ну, мелочь, приятная. Блин, ты посмотри, он может создать шесть девочек. Да. Так, а еще. Приждем. Вот тебе и кончились. Пришлась. Мне кажется, можно даже фолиан из пыла, и просто одну девочку даже можно выбросить. А, ну есть. Одну девочку можно просто поставить. А можно, в принципе, ход пропустить. Ну, вот куда-то, Рэпи. Ну, торопиться некуда. Ну, почему бы не сыграть, фолиан? Ну, интересно. Мне интересно, что там внутри. Например. Мне кажется, это абсолютно не критично. И, естественно, к большому. Так. Что у нас делать чернокнижнику, чтобы остаться в живых? Статься в живых. Ну, наверное, надо... Так много возможностей. Так много возможностей. Ну, дело в том, что не сработает предсмертный хрип от Умбры, потому что места нет. Да, ну, а что делать просто? И я думаю, может быть, сдать адское пламя, а... А, ну, потом ты скопировать не сможешь. Да. Просто это единственное существо уже, которое можно скопировать, потом не будет возможностей. Это все умерло. В душе. Утро это будет. Просто смысл тогда в этом, в принципе. Да. Если копируешь. Я тебе говорю, как минимум три хода на набор, как минимум четыре, потому что еще квест. То есть 50% того, что он 100% выиграет. 50% того, что он 100% выиграет. Интересные у тебя вероятности. Такие, знаешь, в математике занимательные. Ну, почему он не играет? Почему он не играет в принц? Я не понимаю. Зачем он нужен этот принц? Как я вот он настанет? И что? Итак, семь девочек мы можем сделать. Семь девочек, больше девочек. Хоть и девочек. Ну, попробуй фолианс играть в виде. Харту 9, то есть под вас был. Разбрасывал. Стою, похоже на тебя. Может себе позволить, что-то. Как бы этот стран... Так, еще фолианс фолиантов? Фолиант классика. А лучше кого-то чудес, и ты проигрываешь игру из этого. Я же знаю, быть похожей на тебя. Единую копию разыгрывать нельзя. Потому что вместо в раке не будет, и может сгореть Антон. Ну, слушай, ну, тут 100% выиграет мак, я не могу представить. Что должно случиться, чтобы... Я тоже не знаю, он отдал уже все ресурсы, всех дьявонов сейчас. Конечно, можно сыграть ДК, но это вряд ли. Интересно. Блин, кого-то чудесная вообще. Идиотская вообще карта. Да, я как-то играла. В плане того, что тебе ее разыграть хочется. И боязно. Она может, знаешь, катаклизм первым с полом скастовать, если у нее все карты из рубли. Да, она еще и противнику может помочь. Я вот помню, играла на арене против мага с колодой чудес. Так постоянно бафались мои существа. Ты посмотри, что происходит. То есть он... Он мог в теории весь стол заставить девочкой. У него бы места не было на столе. Да, просто скидывает копию из лавы. Жаль нельзя вражеское существо копировать. Это была бы им база, 4 маны. Сделать. Повелители бездны. Ну 1-1 копию, ладно, вот так. Тогда уж не 1-1. Тогда бы наоборот слабая была карта. Типа, знаешь... Ну, как бы, либо копию своего существа, либо 1-1 копию вражеского. Вот так. Смотри, по-моему, я ее забалансила. Блин, тебя ждет в Близзарде. В отделе баланса. Мне кажется, там примерно так, знаешь, как карта составляет, типа О, у меня есть идея, да, давай. А будет работать? Да, че, короче. Потом понерфим. Да, если что, понерфить, да, можно. Слушай, это, знаешь, типа на друида можно какую-то такую вот с выбором придумать карту. И покопируете свое полностью существо или 1-1 существо понят. Вот тогда, как бы... Ну и с чем тебе помощь на этот раз? Ну ладно. Интересно. Если буду подавать в Близзард, в отделе баланса, резюме... Опа! Да, пришла победа. Шестая с конца была карта. Я хочу быть похожей на тебя! А там есть прямо такой отдел баланса, как ты считаешь? Впередно есть? Ну и все, надо писать мне. Скажу, вот я придумала карту, можно мне ваш отдел? Он в Америке, правда? Ну, не важно. Я не против. Я не против. Скажем так, обслуживающие. Я не против. А-а-а! В принципе, конечно, возможно, придется тогда вас покинуть. Шибы, ради прекрасной жизни в Америке работа в Близзард. Так, шибы. Да, но если они мне приносят, скажут, приезжай, я вряд ли смогу отказаться, честно говоря. Ну, мы, конечно, тут немножко оффтопили и обсуждали не игру, но здесь, на самом деле, все было понятно. Ну да, то есть маг абсолютно беспроблемно разобраться с пенокнижником, вся комбинация у него была. Так, и сейчас будет приз от Реведерчи. Интересно, какой приз? Узнаем. И тот же Варлок. И опять же остается на Куболоке Трэйту Дуэт. А приз на призывательницах. Мы уже видели сегодня, как выигрывал такой приз. Посмотрим, сможет ли снова. Правда, там Варлок был контроль. Да, контроль Варлока попроще выиграть такому писту. Потому что вот эти вот, опять же, ну, типа, если зайдет, знаешь, там, Думгуар, которого сожрет Куб, там, и все. Да, 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 сначала Слаке, Думгуар, потом Куболок сожрет. Приз, ничего не может с этим сделать. Да, ремовалов нету. О, два Лаке зашли и даже нету демонов. Интересный выбор Упырь в колоде у Реведерчи. Ну, решил, видимо, взять дополнительно. Не так часто, видишь, на стиле Упыря. Может, это такая отсылка к джейдруидам. Старая сборка просто осталась после джейдок. Я думаю, здесь скорее, знаешь, он... По теме, начинал... Бевать, бевать импакт. Кстати, не стал... Или вот так отристок. Не стал ставить прислужницу Реведерчи. Она ведь просто умрет. Ну, да, просто умрет, но все равно. Не очень небольшой вытаспорт. Я думаю, кто-то вы... О, кстати, пушка заходит, наконец-то, try to do it. То есть, в прошлой игре ему с этим не повезло. Да, и думгвард есть в руке. Вообще все неплохо. И опять же, лакея есть. Да, причем оружие и через монетку можно вообще... Или лакея через монетку, смотри. Лакея через монетку чуть лучше, потому что не смогут его тогда украсть. На пятом ходу маны при 100 не хватит. Да, вот, видимо, хочешь на пустой стол. Либо лакей, либо оружие. Я думаю, лакей. Потому что нужно обыгрывать жрицу тьмы, типа, да, демон этот кубок выбирает. Нет, решает. Все-таки череп монаре. Ну, тогда будет шанс украсть лакея у креста, если он, конечно, захочет. А не сыграешь, например, в бюджетре. Хороших демонов не так просто. И на стол выходит страшно, что станок у баксов пока нет. Зато есть еще два демона, которые призовутся. А вообще шикарно, конечно. И, в принципе, лакей уже, ну, не настолько-то и интересный вариант, потому что тема на столице один в колоде, и как минимум один из лакеев бесполезен. Тут других вариантов хода особо нет. Либо там, микшурка. Нужно, конечно, на силу героя, и там... Или оно идет... Рука и так хорошая. Вот только декабрь. Упачки. А вот тут выбор. Простите лакея. Ну, конечно. В сбоке потенциально увеличить. Ну, сейчас, я думаю, демон 3.9 восстановит давление со стороны. И стоит чернокнижник понемножку. Да, начиная с этого момента, конечно, чернокнижник. Побеждать. Еще там и ДК уже зашел, то есть чернокнижник вообще готов. Если учесть, что у такого приста нету ремувалов, то... Ну, мейнт-контроль, как бы... Ну, на десятом ходу. Типа, на самом деле, очень круто воровать в лоб за бежную. Ну, круто, но до этого еще надо дожить. Да, согласен. Более, что есть. Если один одного сворует... Забавно, как бы мало карт, руки у чернокнижника очень редко такое видишь. Да. Хоть бы реально три карты. И следующий ход, как минимум, призовется еще ворпез. Здесь будет две карты, значит, полехода. Ну, зато какие карты? Самые ключевые все зашли. Да. Все демоны и ДК. И Кубов. Ну, он ЗОТ не всегда есть, кстати, в такой Володе. Всегда, ты что? Что? Могу вспомнить. Да ну, да не бывает Болт без ЗОТа. Вообще-то бывает. Я, может, просто не видел ни разу, конечно, не знаю. Видимо, не видел. Вообще-то он ЗОТ, это такое, скорее, недавнее видение именно Боллеса. Ну, мы вот про нынешнюю это говорим. Вот не которая была до нерфа этого... Ну, кого-то мне рфили разу, хватит часа. Я вот про вот нынешнюю мету говорю. Сейчас не бывает, чтобы не было НЗОТа. Ну, сейчас, может, мы узнаем. Долго продлежать. Так, ну, я думаю, ты размениваешься двух ребятишек сюда. Остальше можно вообще? У тебя вылазит последний дабуар. И ты можешь кого-то съесть кубом. Можно. Чтобы следующий ход вскрыть с хелл-фаера и убить опоменду. Можно. Дум-гвардам. Ты бьешь, 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 бьешь. Сжираешь... Дум-гвардам. Пять-пять тогда уже. Нет, пять-семь. Чтобы было меньше хп. И ты смог через дефайл, в следующий ход почистить стол. У тебя теоретически должно хватать урона, чтобы убить. Будет девять, десять, двенадцать, плюс три, двенадцать. Это такой охотный в перспективе. Короче, короче, да, если бы он... Надо... Ему бы хватило урона, долетало. Он съел пять. А сейчас он не сможет дефайл разыграть. О-о-о. Окей, я беру свой сова обратно для того... Обрицайку бабы тоже его крал. Нет, ну да. Не, это все-таки хуже, чем куб. Как же неприятно. Умер. Точнее, что сворован именно вор бездны. Да. Ривидерчих хорош. Двадцать процентов, которые... Ну, я думаю, Дум-гвардой сейчас можно сделать три-три. Или можно... Я бы скорее куб, наверное, копировал. Просто... Ну, так, ну да, куб прийти. Там на счету подобной гварды. Так же много повелителей бездны. А прийти не копировать... Почему не копировать? Огивариваю. И он у тебя, знаешь, будет кастовать все всякие спалки, типа... В конце хода и вверх. Да-да-да. Так, ну вот здесь дракон наконец-то заходит. И это полная зачистка стола для приста. Ну, мы видим, что сейчас... Победа. Ну, почему девятая Амана пока... А девятая еще, да. Ну, пропускать. Ну, следующим ходом. Слушай, а разве он не мог предыдущий ход все-таки скопировать куб и потом сыграть Адской пламя? Аманы не хватало, кажется. Или он что-то разыграл там? Ну, вот тоже подумал об этом. Почему низко певал? Слушай, по-моему, ему хватало Аманы. Я вот не уверен. По-моему, хватает. Что-то у нас Ноки сегодня... Он бы еще на 10 воронов больше... Он же держал, да, этого? Кого-кого? Не разыгрывал. Или это было вообще? Не могу утверждать, если честно, на 100%, поэтому не буду говорить. Помню, этот ли это был. Так, что он там выбрал? Ну, Берега. Ну, ХП-то мало есть. Ну, сейчас-то уже будет ДК и победа, по-моему. Ну, там могут вылупиться... А, ну, хотя бы там всего... Там одни думгварды. Нет, там еще умер один повеликолюбер. Один. Да, ну, в принципе, я думаю, скорее всего, два-то, думаю, риснется. Ну, хорошо, и я сдаюсь, Берега. И это 1-1. Соответственно, мы увидим Мирор Престов, решающий в этой игре. И мы пока что не видели Преста от Трайту Дрюка. Мне кажется, такой же будет Прест. Все, ноутбук. Ну, посмотрим. Есть подозрения, что такой же. Ну, потому что чаще всего все равно у нас в турнире встречаются Престы на призыватель. На втором месте контроль Преста. Я, конечно, не хотел скатать и попадался против трех Престов подряд. Я думаю, что, блин, произошло, почему все, наверное, на Бег Преста. Ну, на самом деле, Бег Престы неплохо все показывают. Да, такой же, смотри. Да, скорее всего, это заход. Так. По призывательнице оставлено. Я думаю, это правильно. А вот на месте Трайту Дуд, я бы, наверное, ну, оставлял, скорее всего, Смоленого Стража. Ну, в принципе, неплохой третий. Пришел все сбросить. Ну, окей. Ну, зашел получше, кстати, в старт. Да, 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 чем было. Ну, опять же, призывательницы нет, и призывательница может решить. Ну, до шестого ход еще. Ой-ой-ой. А тут будет две призывательницы, пятый, шестой ход. Не происходит. Эх, еще чуть-чуть запоздала Клирик Северо-Земина. Да, так бы вообще идеально было так. Так, ну... Ой, идеально зашел дракон на второй. Именно в нужный момент. Хорош, значит, Эревидерчи на этой колоде. Так, и... Вот и что взять? Да, наверное, Водоку Смертокрылого типа, ну... Нет. Ну, у нас, видишь, у нас нету четвертого хода, поэтому, наверное, уменьшится четвертый ход. В целом, наверное, да, но я к тому, что... Если ты не выиграешь игру после двух призывательниц, тебе понадобится какая-то сильная, так скажем, логеймовая карта. А ты такой раз, и... Но до этих двух призывательниц тоже нужно каждый ход что-то ставить. Нельзя просто так сильнее. Безусловно, безусловно. Так. Здесь интересный момент. Если сейчас, к примеру, поставить клирика, разменяться, похилиться, то вестник заката чистит весь стол. Поэтому, возможно, стоит как-то обыграть вестника заката и не подстреляться. А, нет, слушай, я посчитался не весь стол. Одно существо. 2-1 вот тамас. Либо 4-1 жрец когтя. Вот думает. Прислужник. Я стою. Сори, дарчик. Вот дракон. Опять стоит. Я стою. Скорее всего, ну вот как думаешь, кого он живых оставит? Жреца когтя? А, ты. Вот так еще баф. Он еще и баф, ну вот так неудачно. Да. А, кстати, 2 существа бы в любом случае оставалось. Ну да. Баф. Забываю. А, нет, если бы он когтя бафнул, тогда бы лирик умирал и... В общем, все складывается удачно для Try to Do It в плане ранней игры. Но посмотрим, какой у нас будет рандом на злых призывах. Ой-ой-ой, отдает он сумеречного послушника. Вот как раз перед призывателем. И вот сейчас начнется вот эта... Ключевой момент игры. Феерия. Как он призовется два Йоксарона. Йоксарона. Я думаю, Тирантий. Нужен, хорошее мне нравится слово. На самом деле, вот приступов акту по барабану на Тирантия, поскольку... О, опять мы видим вот этого потрясающего зверя за 8 маны. Мохнатый или какой-то... Косолапый страж. Вот, я что хотел сказать. На самом деле, приз, один из дневногих васов, кому по барабану на Тирантия, поскольку сумеречный послушник, как бы он... Это не заклинание, это существо. Станет 2.12 неизвимой к силе заклинаний. Типа, ну ладно. Ну да, ну... Тоже самое разбойник, злолистом убивает. Ну, злолиста вообще уничтожает, а тут послушника оставляет существо, и во-первых, во-вторых, он одного разыграл, и второй бы мог не быть в руке просто. Тоже верно. Тоже верно, да-да-да. Но я к тому, что вот приз из тех, кто меньше боится Тирантия, какой-нибудь маг с ним вообще ничего не боится. Прям вообще ничего. Только ОЕшками морозить, морозить, убивать, там, я не знаю, за 5 ходов убью. Мне нравится тот ход, удариться послушником, похилить, разменяться к лирикам, и 4-1 забрать, 4-4, и поставить дракона за переману. Ну, какой-то другой ход. Неплохо. Косолапый ты сыграл? Тяжело. Ну, это было понятно, что он сыграет много дешевых существ, но на самом деле хорошо зашелся, маляной страж прям потрясно залетел. Теперь очень сложно. Вообще, пора идти сквозь. Ну, старая призывательница будет послушником. Смотри, 10-й. У меня сейчас 50-й будет. Ну, все, давай ее к сару. Да нет, ну Тирантий. Тирантий, да есть же. Я попросила. Я думаю, здесь точно пойдет сумеречный послушник. Я очень самую классик. Ну, конечно, он тут пойдет сумеречный послушник. Причем с драконом можно разыграть его. А вот? Нет, нельзя. А нужно? Не сработает. Не сработает. А, да, да, да. Ну, дракон, если только последовательность выбрать. Я потому, что я бы лучше выбрал карту по хиле у 6-1. Чтобы, например, Тирантия не умерла. Можно и так. Плюс, ну, ты там, нужны тебе все равно какие-то те же вестники заката. Чтобы самому 100 высвечить. Так, заклинание только одно. Ну, тут, в свою очередь, идет с собой послушник. Я вот говорю, что какие-то нужны вестники заката, вот что-то такое. Это карта, чтобы перехватить контроль стола. Ну, сейчас расступает, возможно. Драконички, о, неплохо. Почему не Temporus? Мы же сегодня видели Temporus. Отличная карта. Отличная карта. Хорошо играет. Хорошо проигрывает игры. Выигранные. Да, так что неплохая. Я, знаешь, думал, что можно, короче, собрать ОТК-преста на единороге. Который, знаешь, можно только в свой ход на него заклинания накладывать. Типа, ты его бафаешь, бафаешь ОТК-преста, а противник мой не может никаким заклинанием забрать. Так, ну и вот смотри, можно поставить Archivarius. Да, Archivarius. И, к примеру, понадеяться, что MainCon, видимо, так и играет, и MainControl, что украдет 12-4. А тут, на самом деле, вариантов-то особо нет. Ну, либо нечего. Может же призваться какое-то существо. О, очень хорошее существо. Что твои, try to do it. Какая грязь. И причем, наверное, клирика разбивать, надеяться, что умрет клирик. И умер. И повезло. Так, как это было вообще круто. Ну, еще одну Дарконидо, наверное. Да, я думаю, нужно брать Дарконидо, чтобы дракон был артилен, а во-вторых, другие карты здесь, ну, к примеру, ты можешь взять прислуженницу, тебе не поставить ее сейчас, ну, баф не там кого-то. Ну, как бы, окей. Вот Дарконид может дать в перспективе какую-то полезную карту. Вот, можно нечто, а потом контролем разума забрать, например, архивариусу, такой план, или леча. Ну, ну, забирать архивариусу-то, я даже не знаю, у тебя одно заклинание осталось в колоде, по сути. Ну, да, ну, try to do it, надо сейчас ставить леча, потому что... Я тоже что-то не часто вижу, ну, смотри, ушли кобылы. Не, я к тому, что... Принципи, наверное, не плохая карта. Нет, ну, это хорошая карта, вместо кобылы хорошая. Так, остается майнд-контроль только в колодию. И тут, да. Ну, и надо искать статую. Что интересно, это какое-нибудь взаимодействие внутриигровое. Вот Король Лич, интересно, как его туда-то говорить? Или нет, так-то они по сюжету везде. Статую, наверное, не заберутся инстантом просто. Мне кажется, тут, конечно... И я думаю, здесь майнд-контроль на статую. Да, и всё, и это победа. Конечно, хорошо. Даже её может назад выкрасть Реведерчи, но с уроном входящим он уже не справится. Да, это очень хорошо. По-моему, он ещё... Нет, мне это не нравится. То есть, даже если он сейчас обратно ворует, очень высокая вероятность того, что он погибнет. Скорее всего. Рождённый, говорилось. Видимо, сдаётся. Что на майнд-контроль лима красть? Статую, смотри, смотри. Ту-ту-ту! Красивый ход. Он что-то знает об этой игре. Что сегодня происходит вообще? А теперь он живет, он на 8 хилится. А, там вон что пришло. Нет, не хилится. К тому, что если Мандеру с королем лечом и умер драконит-шпион. Ну и все. Ну и плюс он лечом бьет и хилит. Интересно. Так, ну вот, собственно, Трай ту дует два раза побеждает при станопризывательницах. Немножко портит винрейт этой колоде. И проходит в четвертый раунд нашего турнира. Как я уже сказал, в этой стычке легендарных игроков победу одерживает Трай ту дует. Ну а мы опять уходим на паузу и вернемся к вам. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...